приветствую друзья ну что соскучились по обзорам микрофонов не переживайте их будет на канале много причем в самое ближайшее время и сегодня мы также с вами познакомимся с одним очень любопытным микрофоном от компании филворд собственно вы его можете наблюдать вот здесь прямо в кадре это у нас динамический гибридный микрофон который умеет подключаться как по xlr так и по юсб тайп си к любому устройству будь то компьютер или даже смартфон итак друзья у нас на обзоре микрофон филворд и м1 собственно если мы зайдем на сайт данной компании мы увидим что она специализируется на различном оборудовании для видеографов в частности на экранах на беспроводной передаче звука и видеосигнала при съемок видео ну и как мы можем понять они решили начать захватывать рынок юсб микрофонов и выпустили свой микрофон нацеленный прежде всего для подкастеров и ютюберов ну собственно мы это можем увидеть буквально сразу же на коробке ну и коль уж мы взяли в руки коробку давайте я покажу вам сразу всю комплектацию и так в небольшой фирменной коробке нас первым же делом встречает подставка для настольной стойки микрофона ну и далее мы видим сам микрофон а также основание настольной стойки и также в комплекте идут два провода как юсб тайп эй на тайп си также с отдельным ответвлением тайп си для того чтобы не менять провод или не использовать переходник для подключения к планшету или смартфону ну и также дополнительно xlr xlr провод длиной 3 метра и это кстати круто за это спасибо потому что не каждый производитель к своему микрофону прикладывает полный комплект кабелей ну и в принципе с поставкой комплектацией на этом мы и закончим и давайте посмотрим ближе на сам микрофон микрофон у нас довольно увесистый даже без своей утяжеленной настольной подставки увесистый он благодаря металлическому корпусу в котором он исполнен за что кстати отдельная благодарность производителю металлический корпус для микрофона это показатель надежности качество и я бы даже сказал стиля ну и кроме того металлический корпус хороший экранирует сигнал что позволяет вам избежать лишних наводок но мы еще проверим во время тестов как здесь дела обстоят с этими наводками микрофон может быть закреплен как на свою настольную подставку для этого у нас есть вот такая небольшая коротенькая ножка ну и довольно увесистое блинное основание назовем его так ну и также ничто вам не мешает разместить его на любую другую подставку либо же использовать пантограф для этого тут предусмотрено сразу две резьбы 5 8 дюйма и 3 8 дюйма так что проблем с этим не возникнет можете закреплять его хоть вот в таком виде хоть вот в таком что же касается самого микрофона и органов управления здесь у нас присутствует один механический регулятор усиления он же потенциометр но он кстати цифровой цифровой это значит что он может вращаться до бесконечности ну и также здесь присутствует одна сенсорная клавиша которая по короткому нажатию переводит микрофон в режим мьют но по длительному нажатию меняет режим этого регулятора с регулировки гейна то есть усиление самого микрофона на регулировку сигнала мониторинга и здесь сразу отмечу один небольшой нюанс довольно странное решение когда вы меняете уровень мониторинга вы управляете именно громкостью сигнала поступаемого с компьютера например громкостью аранжировки при этом голос себя в этом микрофоне вы как слышали так и слышите на том же уровне для записи для подстраивания аранжировки это конечно удобно однако кому-то может захотеться регулировать именно громкость слышимости себя в наушниках ну вот здесь производитель решил поступить именно таким образом в микрофоне также присутствует rgb подсветка вы это можете понять по вот этой вот вставке белой полупрозрачной матовой и к сожалению эта подсветка никаким образом не управляется никаким образом не отключается ну и сразу же отмечу что подсветка работает при подключении по usb type-c а если вы подключаете по xlr подсветка работать не будет что хорошо вот поролоновым фильтром кстати достаточно плотным и толстым мы можем наблюдать защитную решетку которая здесь посажена прямо на винты ну а если мы и снимем то увидим как здесь выполнен капсюль самого микрофона ну а по подключениям как я уже говорил в начале здесь есть возможность подключиться как по xlr к аудио интерфейсу так и к компьютеру напрямую либо к смартфону либо планшету по usb type-c и также здесь имеется джек три с половиной миллиметра для подключения наушников чтобы иметь возможность себя мониторить ну что ж с внешним видом это пожалуй все теперь давайте подключим этот микрофон и послушаем как он звучит итак друзья сейчас вы слышите звук данного микрофона микрофон сейчас у меня подключен по usb к компьютеру и записываю голос я через программу рипер ну и параллельно в режиме реального времени с помощью мониторинга прослушиваю себя в наушниках что касается первых впечатлений но ладно это не первое впечатление я естественно до записи этого ролика какое-то время этот микрофон протестировал но могу сказать что по первым ощущениям да и сейчас как я слышу в наушниках микрофон довольно таки басистый дает теплый немного радийный голос и кстати давайте сразу по характеристикам данный микрофон пишет звук в частотном диапазоне от 50 герц до 14 килогерц что для динамических микрофонов нормально ну а соотношение сигнала к шуму составляет 95 децибел и что касается управления здесь довольно интересная фишка применена когда у нас настроена данный регулятор на регулировку именно усиление микрофона и мы начинаем им управлять то по кольцу заполняется у нас подсветка диодная с зеленого до красного не если она заполнена в круг включая красный сегмент то значит у нас громкость выкручена на максимум начинаем ее убавлять и когда и когда остается одна горящая точка то микрофон у нас на минимуме ну и давайте протестируем работу функции мьют прикасаемся к центральной клавише и во время мютирования у нас вся полоса диодная загорается красным и мы отчетливо видим что микрофон сейчас замьючен ну и как я говорил ранее по длительному нажатию мы переходим в режим мониторинга где также по кольцу отображается индикация уровня мониторинга сигнала ну и давайте разумеется проговорим на данный микрофон нашу любимую скороговорку билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекарей в чане с чаем но что касается звука данного микрофона обязательно пишите что вы думаете прямо сейчас о звуке в комментарии ну а тем временем я этот микрофон сейчас подключу к своему аудио интерфейсу по xlr и установлю на пантограф но сейчас друзья я подключил данный микрофон по xlr и вот здесь с полной уверенностью могу сказать что по xlr данный микрофон звучит уже куда интересней сейчас же микрофон подключен к звуковой карте ur22c от штайнберг без каких-либо предусилителей компрессоров и прочего вы можете слышать его натуральный звук ну и кстати отмечу что он не слишком прожорлив к усилению и предусилителя моей карточки ur22c хватает слегка и более того я сейчас даже не на максимум выставил усиление ну и звук данного микрофона по xlr подключению мне определенно очень сильно нравится и давайте сейчас проговорим на него нашу любимую скороговорку билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекарей в чане с чаем так что да звук этого микрофона мне определенно нравится он довольно таки богатый насыщенный низом звучит сразу в готовом виде по родиному и здесь все на мой взгляд достойно идет с серединой при этом он не верхастый но от динамического микрофона я бы каких-то открытых верхов и не стал бы ожидать так что я думаю данный микрофон подойдет очень-очень многим по юсби он также звучит довольно прилично я бы даже сказал хорошо вы сами все слышали но а по xlr с нормальной звуковой картой с нормальным аудиоинтерфейсом звук прям мое почтение ну и давайте именно в подключении по xlr его сравним также с микрофоном fifine k669 d сейчас оба микрофона подключены напрямую к аудиоинтерфейсу штайнберг юар 22 си и пишутся они в разные каналы сейчас вы слышите микрофон fifine k669 d ну а сейчас вы слышите звук микрофона филворд пи эм один я держу микрофоны максимально рядом друг с другом и пытаясь говорить ровно между ними чтобы иметь возможность переключаться между звуком данных микрофонов уже на монтаже в рамках одного дубля и так давайте проговорим на них наши любимые скороговорки билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекарей в чане с чаем это звук с микрофона филворд пи эм один билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекарей в чане с чаем это звук с микрофона fifine k669 d ну пишите в комментариях обязательно звук с какого микрофона вам сейчас понравился больше лично я сейчас отмечу что у fifine более ровный серединистый звук однако по глубине и по низким частотам мне даже понравился микрофон филворд прям звучит глубоко очень интересно и при этом я не могу сказать что глухо но а вы же пишите в комментариях что по этому поводу думаете вы ну что ж друзья перейдем к выводам я думаю уже пора я не сказал о цене данный микрофон на момент записи этого видео стоит на площадке алиэкспресс 4800 рублей ну а что касается моих личных впечатлений то звук данного микрофона по xlr мне определенно понравился ну и как я говорил чуть ранее по юсби он тоже звучит весьма и неплохо микрофон довольно универсальный микрофон интересный ну и помимо прочего очень порадовал комплект с двумя проводами как xlr так и юсби с подключением по type-c или по type-a ну и также своя настольная подставка так что это делает микрофон вполне пригодным для каких-то полевых записей писать подкасты в дороге например ну и так далее вот такой вот у нас получился обзор я надеюсь он был для вас интересен и полезен если так то обязательно ставьте свои лайки подписывайтесь на канал и не забывайте прожать колокол чтобы не пропускать новые интересные видео ну и кстати небольшой спойлер некоторые из моих зрителей в курсе что компания fifa совершенно недавно выпустила на рынок две новые модели один конденсаторный и один динамический микрофон это fifa in a m6 и fifa in tank 3 так вот эти оба микрофона уже у меня и самое ближайшее время на них будут подробные интересные обзоры так что подпишитесь чтобы не пропустить ну и если вы хотите поддержать мой проект то можете сделать это заказав мерч по ссылке в описании мерч и рисовал специально для вас самостоятельно там есть вот такие вот прикольные принты и не только такие так что обязательно зайдите по ссылке ознакомьтесь я уверен вам что-нибудь понравится ну и заходите в наши соцсети telegram вконтакте дзен все ссылочки также будут в описании ну а на этом у меня на сегодня все до новых встреч друзья